добрый день это первое видео из курса простое кино сегодня я покажу установку для съемки анимации которую использую я вам нужен стол либо другая большая устойчивая горизонтальная поверхность и размеры зависит от размера фона на котором вы будете снимать конкретно этот фон размером а1 и это пожалуй максимум того что вам может быть необходимо также вам потребуется самый простой штатив с выдвижной съемной центральной колонной это та трубка которая закреплена на той ноге если ее перевернуть от стандартного положения то фотоаппарат будет направлен вниз новый штатив магазине можно купить от 3000 рублей бывший в употреблении от 1000 и наконец нужен фотоаппарат профессиональный или любительская мыльница или телефон любое устройство которое умеет фотографировать действительности для съемки мультфильма совершенно неважно качество фотографии никто не отличит в анимации сделаны отдельные кадры на фотоаппарат за 3000 долларов или 3000 рублей есть небольшой нюанс ручной режим но о нем поговорим чуть позже нужен конечно и фон но фоном может служить даже поверхность стола почему нет или белый лист бумаги цветной лист бумаги ткань да что угодно главное чтобы без яркого контрастного рисунка и нужен свет если есть возможность купить кольцевой свет как у меня название конкретно этой модели я дам в описании относительно недорого очень удобно также можно использовать стационарные лампы расположите их с трех сторон или с двух если у вас только две лампы ну или просто используйте тот свет который у вас помещение старайтесь использовать только искусственный свет свет с улицы имеет свойство очень быстро меняться то солнце зайдет за тучу то внезапно прошло три часа и уже закат когда установка собрана закрепите ее закрепите ее надежно фон штатив свет это очень важно если нет возможности собрать что-то похожее это не страшно на самом деле необходимо только две вещи надежно закрепленный горизонтально фотоаппарат или телефон и надежно закрепленный под ним фон этого можно достичь многими простыми способами теперь перейдем к настройкам фотоаппаратом если ваш фотоаппарат поддерживает ручной режим съемки это позволит снимать более стабильные и качественные кадры установите выдержку от 1 10 до 1 50 выдержка длиннее 1 10 может привести к тому что кадр окажется смазанным короче 1 50 смысла не имеет все-таки мы снимаем со штатива неподвижные объекты советую установить довольно узкую диафрагму со значениями от 5 до 8 чем уже диафрагма тем больше объектов попадают фокус и тем меньше для нас возможности ошибиться с ним однако слишком уж зажимать диафрагму не имеет смысла потому что по краям начнутся геометрические искажения параметр айсо и рекомендую выставить на минимально возможное значение чаще всего это 100 чем меньше айсо то есть светочувствительность фотоаппарата тем будет меньше шума на изображении естественно в небольшом количестве света этот параметр нужно увеличивать стандартное соотношение сторон на видео 16 9 если есть возможность установите именно это значение на вашем фотоаппарате если вы умеете обрабатывать сырые форматы файла такие как raw установите именно это значение если нет то максимально возможное качество формате jpeg с фокусом все просто нужно навести фокус на центральный объект в кадре многие фотоаппараты тем или иным способом указывает вам что вы попали точно фокус если же это не так то сначала перейдите автоматический режим там наведитесь фокус после этого перейдите обратно в режим ручной и наконец очень важный момент как вы будете производить спуск затвора то и сделать каждый по отдельности снимок лучший вариант это подключить фотоаппарат к телефону или компьютеру если есть такая возможность или использовать инфракрасный порт на фотоаппарате или специальный внешний кабель для спуска если такой возможности нет то установите задержку спуска на минимально возможное значение все это нужно для того чтобы вы при спуске не смещали фотоаппарат относительно фона и кадры получались полностью идентичные друг другу на этом заканчивается первое видео из курса простое кино следующем видео мы рассмотрим способ анимации известный как перекладка либо стоп-моушен задавайте вопросы в комментариях к этому видео всем спасибо за внимание